Добрый день, уважаемые пациенты! Меня зовут Ленкин Сергей Геннадьевич, я врач-венеролог-уролог. Сегодня мы поговорим о том, как записаться на прием к венерологу. Врач-венеролог – это врач, который занимается в основном половыми инфекциями в ряде случаев осложнениями, в частности диагностика и лечение половых инфекций. При каких симптомах наиболее часто необходимо обращаться к венерологу? Ну, это краснота и отечность в области половых органов, это какие-то высыпания в области половых органов, это зутыжжение гениталий в покое, зутыжжение при мочеиспускании, зутыжжение при сексуальной связи, это, соответственно, выделение. Выделения могут быть прозрачные, могут быть выделения в виде гноя, в виде слизистогнойных выделений, может быть увеличение паховых и лимфатических узлов, у женщин может быть усиление менструальных кровотечений. Также одним из симптомов венерических заболеваний у мужчин и женщин является бесплодие. Записаться на прием к венерологу, если в Москве, то вы можете в нашу клинику платной КВД, у нас принимают опытные венерологи, записаться можно непосредственно на сайте путем заполнения формы, где нужно имя и ваш телефон, либо позвонив в клинику. Клиника работает ежедневно с 9 утра до 9 вечера без праздников и выходных. Что нужно знать, как готовиться к записи на прием венеролога? Необходимо, во-первых, подготовиться к мазочкам, а именно, не мочиться полтора-два часа, необходимо не вступать в половые связи 2-3 дня и не принимать антибиотики накануне. Особой подготовки к сдаче крови не нужно. Единственное, что необходимо, не есть много жирного, жареного и т.д. То, что может содержать жиры, что может, соответственно, затруднить исполнение анализа. Даже если вы придете на полный желудок на венерологические анализы, то никак не скажется. Вообще, как проходят приемы венеролога? Сначала, соответственно, венеролог опрашивает жалобы, смотрит те анализы, может быть, которые были уже сданы. Если вы сдавали анализы по поводу каких-то других заболеваний за последние полгода, тоже желательно взять эти анализы с собой. Нужно выписать все лекарства, которые вы применяете в настоящее время, особенно недавно, чтобы сказать врачу, что конкретно вы пьете. Если вы что-то уже лечили, какое-то заболевание, с которым вы приходите к венерологу, нужно взять его схему лечения, старые анализы и т.д. Какие анализы обычно берет венеролог? Ну, из мазков это мазочек вот таким зонтиком берется на стекло, на гонорео-трихомонаду и мазочек в основном ПЦР-анализ, проверку. Кровь берется на сифилис, ВИЧ, гепатиты, БЦ. Однако в ряде случаев эти анализы, конечно, дополняются многими другими, это решает на приеме венеролог. Соответственно, после этого, на повторном приеме, если какие-то инфекции обнаружены, то назначается лечение венерологом. При необходимости записи к венерологу вы можете обращаться в наш медицинский центр платный КВД. У нас принимают только опытные венерологи с большим стажем работы. Кроме того, у нас имеется авторская методика безболезненного забора мазочков у мужчин. Мы сотрудничаем с пятью различными лабораториями Москвы, что дает нам возможность использовать преимущества каждой из лабораторий, а также иметь самый широкий спектр анализов на венерологические заболевания в Москве. Поэтому, при необходимости приема венеролога, сдачи анализов венеролога и лечения, Ждем вас в нашей клинике платный КВД. Спасибо за внимание!